Год назад, в сентябре 2020 года, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. В конечном итоге было заявлено, что российский лидер поддержал инициативу конституционной реформы в Беларуси. Этот вопрос поднимался регулярно, а в сентябре 2021 года наступило затишье. Кроме того, что интересно, что из внутренней белорусской повестки дня еще с вопроса проекте нового основного закона. Или, к примеру, Конституционная комиссия, которая была стремительно создана и за несколько месяцев разработала предложение к поправкам в Конституцию. Напомним, что до 1 сентября она представляла их непосредственно Александру Лукашенко. Однако на дворе вторая декада сентября, а о дальнейшей судьбе документы ничего не известно. Пауза в процессе, не опубликованный до сих пор проект и неловкое молчание на конституционную тему. Что это может значить в контексте прошедшей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко? Некоторые политологи придерживают сомнения, что 9 сентября Лукашенко предоставил Путину проект Конституции для того, чтобы выслушать оценку российского лидера. При таком варианте развития событий затяжная пауза в разработке новой Конституции Беларуси вполне объяснима. Однако для чего режиму Лукашенко нужно время и остаются ли в силе прежде обещания белорусского лидера? Другое мнение заключается в том, что Александр Лукашенко хочет сохранить прежние поправки для того, чтобы удержать свой режим. То есть не конкретно себя и небольшого круга приверженцев, а всей системы в целом, что в принципе является невозможным. И третий возможный влияющий фактор – это позиция Кремля. Очевидно, потребовалось время, чтобы отбросить в Минске и Кремле разные представления о том, как должна выглядеть новая редакция Конституции. Пока не ясно, как именно Лукашенко будет поддерживать режим. Например, действующий президент Беларуси рассматривал и неоднократно говорил об таком механизме контроля нового президента, как так называемое Всебелорусское Народное Собрание. Однако, как сочетать сильную президентскую власть и созданный деспотический, неправовой механизм контроля за деятельностью президента, и при этом не допускать конфликты интересов? Если мы посмотрим на официальные отчеты о том, почему проект конституционных поправок до сих пор не принят, то можно выделить три причины – смертная казнь, выдвижение депутатов от рабочих коллективов и Всебелорусское Народное Собрание, о целях и механике которым никто не догадывается. Из трех формально нерешенных вопросов по тексту новой конституции, два решаются одним челчком пальца, буквально в течение недели. Почему процесс референдума и утверждения поправок затягивается, пока непонятно. Тем не менее, Лукашенко вряд ли стоит делать ставку на то, что об обращенных им преобразованиях республики кто-то забыл.